МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Галины Титарчук. Главные новости последних дней формирования правительства в республике. Глава Чувашии подписал указы о назначении 10 ключевых министров. Минимущество преобразовано в Госкомитет по имущественным и земельным отношениям. Изменения коснулись и Минздравсоцразвития Чувашии. Перед сформированным Госкомитетом сохраняются задачи, которые ставились перед министерством. Необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу, повышать публичность работы, координировать деятельность муниципалитетов. Михаил Игнатьев также рекомендовал председателю Государственного комитета Натальи Тимофеевой не забывать про такой важный инструмент, как народный контроль. Задачи уже определены. В этом направлении мы работаем, собираемся только лишь развиваться с точки зрения сокращения сроков процедуры, с точки зрения тех или иных услуг, которые осуществляет, теперь будет осуществлять Государственный комитет, а раньше осуществляло министерство, и с точки зрения усиления ответственности за принятые решения. Изменения произошли и в Министерстве здравоохранения и социального развития. Теперь это два отдельных ведомства. Министерство здравоохранения и Министерство социальной политики труда, которое будет заниматься социальной защитой и занятостью населения. Сергей Димитриев занял должность министра этого ведомства. Что касается отрасли здравоохранения, то ее по-прежнему возглавляет Алла Самойлова. Сегодня же стало известно, что министром информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии по-прежнему будет Александр Иванов. Обсуждая с Александром Ивановым задачи и перспективы отрасли, глава Чувашии дал ряд поручений. В частности, обеспечить жителей всех районов республики оптоволоконной связью. Населенные пункты, которые не имеют на сегодняшний день связи, об этом вы тоже знаете, обговаривали на работе в нашей встрече, мы должны в 2016 году покрыть. Александр Иванов, год возглавлявший Министерства «Ромполитики» отметил, что это очень интересное направление. Есть конкретные проекты и в работе с СМС информацией, и с IT-технологиями. Есть ребята, рабочие группы, которые действительно помогают в работе. За доверие спасибо, буду стараться. Во главе дорожного хозяйства станет Владимир Доброхотов, пять лет проработавший директором муниципального предприятия «Дорекс». Михаил Игнатьев поставил перед новым министром задачу наладить эффективную работу отрасли. «Касаясь наших обещаний, жителям Чувашской республики, городским жителям, вы знаете, что мы взяли по городу Чебоксарск за три года отремонтировать все двородвуровые территории в городе Новочебоксарске еще сто дворовых мы объявляли, заявляли, вы это слышали?» «Слышали. Самое главное нам качество отслеживать, технологию применять современные. И по вопросам удешевления смотрим, да, объективно, комплексно. Но и качество, это само собой. Без качества тут практически сохранить дорожное полотно невозможно». Сегодня свою работу продолжила 32-я сессия Государственного Совета. Неделю назад депутаты не успели рассмотреть все вопросы повестки дня. Часть пришлось перенести на сегодня. Но за семь дней прибавились и новые. Что обсуждали сегодня народные избранники в репортаже Татьяны Молоковой. Из депутатов в вице-премьеры. Именно так изменилась судьба Михаила Резникова, депутата Государственного Совета Чувашия. Еще неделю назад он был и руководителем одного из крупнейших предприятий республики. А сейчас заместитель председателя Кабинета Министров, курирующий в правительстве промышленность. Михаил Резников – кандидат технических наук по образованию, инженер-механик. Сейчас готовит докторскую диссертацию. Он был избран в парламент республики по единому избирательному округу. И в ближайшее время фракции «Единой России» в госсовете. И региональный полицовет назовут имя человека, который займет место Резникова. Три года был с вами. Пройти эту школу, депутаты Государственного, для меня это было очень важно, очень достойно. Я хочу сказать спасибо вам всем за взаимоотношения, за помощь. Самое главное, что на этой должности нужно пахать и пахать. И там достаточно очень много работы. И работы интересные. И самое интересное, что эту работу в большей степени я с ней, я ее знаю, свои знания. Я потрачу на то, чтобы находясь в этой должности, я не просто на ней находился, а успел что-то полезное, новое для республики, для промышленности, для сельского хозяйства. Депутаты обсудили и проект закона об особенностях составления и утверждения проектов бюджета. В конце сентября президент России подписал закон о приостановлении действия пунктов бюджетного кодекса, в котором говорится о трехлетнем составлении бюджета. На федеральном уровне сегодня заблокированы бюджетные правила. Это правило гласило о том, что цена на нефть за три года суммировалась предыдущей, поделилась на три. И эта сумма, которая получалась, прогнозировалась в бюджете следующего года. Сегодня мы понимаем, что если суммируют цену на нефть за предыдущие три года, мы никак не уйдем в те цены, которые сегодня имеются. По факту. Раз. Соответственно, мы должны жить в том бюджете, который у нас сегодня есть. Это первое правило. Второе правило, или второе изменение, это мы сокращаем срок рассмотрения бюджета с 55 дней, который сегодня имеется в регламенте, до 35 дней. Обусловлено это в первую очередь тоже динамикой. Мы должны очень динамично двигаться сегодня, быть в тренде экономики, как мировой, так и федерального законодательства. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика. Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с председателем Общественной палаты Чувашской Республики Алексеем Судленковым. Связующее звено между гражданским обществом и властью. Общественная палата Чувашии решает широкий круг вопросов. Ее новый состав работает около трех месяцев и результаты уже видны. За это время было действительно много объяснений гражданам, люди, которые обращались по тем или иным вопросам. Это связано было и с аварийным жильем, и с жилищно-коммунальным хозяйством. Мы всегда реагировали. Мы работали плотно с администрациями тех территорий и городов, получали от них разъяснения по тем или иным вопросам. Ни одну просьбу граждан, которые к нам обращались, мы не удовлетворены, не оставили. Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, что данная структура выступает как эффективный общественный регулятор и способствует взаимодействию между населением республики и органами власти. В России увеличат денежные выплаты по случаю рождения третьего ребенка. Соответствующее распоряжение сегодня подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Помимо этого повысился и прожиточный минимум для детей. В связи с этим общий объем субсидий для субъектов Российской Федерации увеличен до 13,7 миллиардов рублей. В списке дотационных регионов находится и Чувашия. Данное распоряжение позволит обеспечить все нуждающиеся семьи денежными средствами. Сегодня в Доме правительства обсудили перспективы развития компании «Канажский автоагрегатный завод». Чтобы снизить себестоимость готовой продукции, руководство группы «ГАЗ» решило перенести операции по сборке мостов и осей автобусов марки «ПАЗ» на завод в Нижний Новгород. Однако вся механосборка запчастей остается в Канаше. Именно она приносит основную добавленную стоимость. Сейчас руководство группы «ГАЗ» рассматривает вопрос, какие дополнительные операции передать на производственной площади в Канаж. «Если вы сегодня приедете на завод, то около линии сборки у Сергея Владимировича стоит новая ось, которую мы будем поставлять на «Лиазы» 9,5 метров, так называемая портальная ось. Мы показываем планы, что 2016 год – это начало инвестиционной стадии этого продукта. Ну и, соответственно, если все пойдет хорошо, то тогда мы будем вкладывать более серьезные деньги и получать более серьезный продукт. Для чего мы это делаем? Это, несомненно, та же стратегия импортозамещения. 30 предприятий республики работают на нужды автопрома. В Чувашии производятся тахометры, спидометры, блоки управления, щитовые и стрелочные приборы, кабельная продукция, генераторы и многое другое. Мы преобладаем в электротехнике, ну вот, прежде всего, это комбинация приборов, у нас изготавливают лара, щитовые и стрелочные приборы, дальше электроприборы, выключатели, кабельная продукция, причем кабельная продукция, сейчас в этом году запускается у нас японская компания, она для Вольфсвагенов, Шкодов, которые будут изготавливать всю кровеносную систему, мы также предлагаем воспользоваться. В машиностроительном у нас также, вот у вас много используется, это отливок, штамповок и так далее, тоже производство потенциала республики достаточно богатого в этом плане. В химической отрасли у нас тоже неплохо развивается, это и для шинной промышленности, это и специализированные краски, термостойки, морозостойки, антикоррозионы в различном уровне, которые используются и в атомной промышленности. На встрече было отмечено, что группа ГАЗ и Чуваши – стратегические партнеры в равной степени заинтересованы в продолжении сотрудничества и наращивании его объемов. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. В Чубаксарах начала работу окружная конференция нейрохирургов. Традиционно она проводится каждый год в разных субъектах в ПФО. Выбор Чуваши не случайен. В нейрохирургической службе Республики исполняется 50 лет. В 1965 году на базе Республиканской клинической больницы было открыто новое отделение на 25 коек. За эти годы врачи Республики не просто провели тысячи операций, но и завоевали высокий авторитет у коллег из других регионов. Должен отметить то, что на общем фоне, я располагаю материалом по всем 14 областям, на общем фоне Республика и выглядит очень неплохо. И самое главное, что очень значительный прогресс. Потому что это у нас не первая здесь конференция. Где-то, наверное, порядка 6-7 лет назад была. И, конечно, есть чем сравнивать. Это самое главное. Сегодня задачи и перспективы службы нейрохирурги обсуждают вместе с травматологами-ортопедами. Они часто встречаются за операционным столом. Кстати, совместная операция пройдет и в рамках научно-практической конференции. Мастер-класс проведут нейрохирурги из Челябинска. Двух школьниц приговорили к лишению свободы за незаконный сбыт наркотических средств. В их квартирах было найдено 450 граммов так называемых спайсов. Девушки заказывали смеси через интернет. Часть хранили у себя дома для дальнейшей реализации, а часть закладывали в тайники по всему городу. Различными способами они сообщали неизвестному лицу, где находятся наркотические средства. Таким образом, девушки являлись посредниками при передаче запрещенной продукции. Московским районным судом города Чебоксара вынесен приговор в отношении двух местных жительниц возрасте 17 и 18 лет, обучающихся в 11 классе одной из городских школ. Они признаны виновными в незаконном обороте наркотических средств и их аналогов, а также в покушении и приготовлении на совершение этих преступлений. Приговором суда 18-летней учащейся назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4,5 года, а ее 17-летней соучастнице 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Как признаются девушки, они просто хотели подзаработать. Сами спайсы не употребляли и не предлагали друзьям. Екатерина Куприна, Республика. Наркотические средства, которые распространяли девушки, еще предстоит утилизировать. А сегодня в Чебоксарах уничтожили большую партию наркотиков. Из незаконного оборота психотропные вещества были изъяты в этом году. Подробности в следующем материале. В запечатанных коробках не только наркотики, но и материалы, при помощи которых они изготавливались. Бывшие вещественные доказательства с трудом удалось разместить в салоне автобуса. До места уничтожения в этот раз доставили более 20 килограммов наркотических средств. Чаще всего наркополицейские изымают из оборота синтетические наркотики. И по-прежнему спайсы реализуют под видом удобрений для цветов и корма для рыб. Львиную долю уничтоженных веществ доставили в республику из других регионов. Только за последнее время, благодаря работе наркополицейских в Чувашии, была пресечена незаконная деятельность 100 человек. Уничтожение наркотических средств происходит по вступившим в законную силу приговоров судов. То есть это более 90 приговоров судов вступили в законную силу. И по нему мы принимаем решение. Согласно решению суда, уничтожаем наркотические сила, которые были признаны в качестве вещественных доказательств. От наркотиков остается только пепел. В этой печени сгорают синим пламенем при температуре 1000 градусов. В этом году сотрудники УФСКН уничтожают вторую партию вещественных доказательств. А в Цивильском районе наркополицейские бросили в огонь порядка 11 тонн конопли. Правда, эта плантация оказалась дикорастущей. Ольга Пыречкина, Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Республика. Опавшую листву в Чебоксарах дворникам помогают убирать современные технологии. Недавно в городе приобрели специальные устройства – ветродувы и пылесосы. Их оценили в действии и мои коллеги. Если раньше эту улицу от осенней листвы очищала целая бригада, то сейчас с работой справляются всего 4 человека. Когда на помощь дворникам пришли специальные установки – убирать город. Стали более эффективно. С помощью вот такого ветродува возможно убирать от мусора даже труднодоступные участки. Вместо лопат дворники столицы используют специальные пылесосы. Эта установка измельчает листья и засасывает пыль в герметично закрытый кузов. В прошлом году в городе скупили еще две такие машины. У нас в каждом районе есть ветродувы, пылесосы, специализированные, нарощенные вот эти тележки с закрытым верхом, чтобы листва, мусор не разлетались. Рабочие у нас уже обучены, научены этому делу, потому что техника импортная, сложная в обращении. Поэтому рабочие у нас проходят курсы. Ну и видите, уже результат у нас на глазах. Справляются, работают. И во-вторых, это занимает минимум времени, потому что погода нас не балует хорошими днями. И приходится по максимуму вкладываться, чтобы это все привести в порядок. Три такие установки смогут справиться с уборкой листвы в городе меньше, чем за месяц. Но столичные администрации не исключают, что в ближайшие годы будут приобретены и дополнительные пылесосы. Медрик Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Теперь оплачивать услуги капитального ремонта стало удобнее, проще и, самое главное, выгоднее. Чувашское отделение Сбербанка России дает такую возможность своим клиентам. В отделениях банка платежи принимают без комиссии. Внести денежные средства на счет можно любым удобным способом. Во всех филиалах банка через устройство самообслуживания, а также через интернет-банк Сбербанк Онлайн. У клиентов банка есть возможность подключить услугу автоплатеж ЖКХ. Денежная сумма за капремонт с карты будет списываться автоматически. Средства зачисляются на общий счет и на счета всех организаций ЖКХ. Живопись на грани фотографий можно увидеть в залах художественного училища. Там открылась персональная выставка картин Никиты Павлова. Почти на каждой чебоксары глазами человека, который живет в гармонии с городом. На открытии экспозиции побывали и наши корреспонденты. На сегодняшний день фототехника может снять практически все. Но единственное, что она не в состоянии передать, это впечатление и мимолетное чувство художника. Никита Павлов фотограф. В свое свободное время он посвящает живописи. Центральное место в творчестве художника занимают городские пейзажи. Город в его картинах становится отражением внутреннего состояния человека. Рисовать я начал с 13 лет. Мне с детства нравилась архитектура, городская среда. И поэтому я и занимаюсь живописью, городским пейзажем, урбанистическим. Фотографии бывают случайными. В изобразительном искусстве подобное невозможно. Даже спонтанные композиции коллеги и наставники отмечают особую энергетику. Привлекает внимание зрителей не только цветовые пятна, но и линии. Живопись буквально становится пространством для свободного воображения. Это взгляд художника, который может увидеть, скажем, в мокрой мостовой отражение неба. Который может увидеть, как красивы рефлексы солнечные на домах. Как красивы и интересны наши улицы, наши дворы. Как ритмично и завораживает своим движением наша повседневная жизнь. Людям, спешащим по своим делам, просто некогда замечать всю энергию дня. А художник заметил, его выставка – это искреннее любование улицами, дорогами и домами. Позитивный и ясный взгляд на город. Мария Леончик, Нина Куропаткина, Олег Якимов. Республика. Уже в конце этой недели погода преподнесет нам очередной сюрприз. Минусовую температуру и первый снег. Благо, тепло должно было успеть прийти во все жилые дома. Команда программы «Комфортный город» национального телевидения решила разобраться, как правильно подготовиться к отопительному сезону и научить экономно расходовать ресурсы, чтобы сумма в квитанциях на оплату ЖКУ не вызвала удивления. Смотрите премьеру сразу после выпуска новостей в 20.30. И еще раз о погоде. Похолодание начнется уже с завтрашнего дня, 7 октября. А к утру понедельника, 12 октября, местами может лечь снежный покров до 4 см. Зато с 16 по 22 октября, по предварительным прогнозам, в республику вновь придет золотая осень. В этот период ожидается относительно сухая и теплая погода, 5-10 градусов выше нуля. Однако по ночам столбик термометра все равно будет опускаться уже в минус. Специалисты напоминают, в такое межсезонье особенно внимательными должны быть автомобилисты. Им пора подумать о зимней резине. На этом я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чувашия». Редактор субтитров А.Семкин